Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! Сегодня буду замораживать фаршированные блины с тремя видами начинки. Я это делаю периодически и у меня в запасе всегда лежат в морозилке разные блинчики. Лично для меня это очень удобно, так как есть такие блинчики на завтрак, у нас готовы хоть каждый день. И к тому же они берутся на работу в качестве перекуса. Сегодня я напеку блинчиков на три порции, а список ингредиентов под видео будет на одну порцию, поэтому увеличивайте ее насколько вам нужно. Итак, к яйцам комнатной температуры добавляю сахар, соль, взбалтываю, добавляю примерно третью часть кефира комнатной температуры. В принципе, для замораживания вы можете сделать блины по любому рецепту. Высыпаю сразу всю муку, соду и тщательно размешиваю венчиком до однородности. Выливаю оставшийся кефир, рафинированное подсолнечное масло и еще раз все хорошенько размешиваю. Ну вот, тесто готово. Ему можно дать постоять минут 15, но в принципе можно выпекать сразу. По разогретой смазанной маслом сковороде я распределяю тесто. Толщину блинчиков делайте на свое усмотрение. Поджариваю блинчик с одной стороны, потом переворачиваю и с другой стороны. Ну и таким же образом жарю остальные блинчики. Я обычно это делаю сразу на двух сковородках, чтобы было быстрее смазывать или нет сковороду перед каждым блином. Решайте сами, ориентируйтесь на свою сковороду. Ну вот, готовы две стопки блинов. Они у меня немного разные по диаметру, так как разные сковородки, но это не принципиально. Блины по этому рецепту получаются нежными, эластичными, отлично подходят для наполнения начинками. Для начинки я отварила куриную грудку прямо целиком, без кожи. Просто кладу охлажденную грудку в кипящую воду и после повторного закипания варю минут 25. Но, конечно же, время варки зависит от размера грудки. Иногда я пропускаю мясо через мясорубку, иногда просто нарезаю мелкими кубиками. На растительном масле обжариваю мелкорезанный лук, добавляю резаную курицу, соль, специи по вкусу, обжариваю все вместе. В конце добавляю нежирные сливки, можно добавить просто воду, а также сливочное масло. Для второй начинки я беру обычный сыр и ветчину. И все это тру на крупной терке. Конечно, при желании ветчину можно порезать мелкими кубиками. Ну вот, начинка готова. Больше я сюда ничего не добавляю, даже не солю, просто размешиваю. Ну и третья начинка будет сладкой. У меня здесь пачка обычного творога и пачка творога с курагой и ванилином, а также изюм, который предварительно нужно распарить и обсушить. Добавлю немного сахара. Можно добавить ванильный сахар. И, кстати, если творог суховат или слишком рассыпчатый, можно положить совсем немного сметаны. Заворачиваю сначала начинку из курицы. Она получается немного рассыпчатой, что меня нисколько не смущает. Иногда я добавляю сюда вареный рис или вареный картофель. Затем блины с сыром и ветчиной. Сыр при повторном нагревании расплавится. Получается очень вкусно. В эту же начинку можно добавить также вареное тертое яйцо. Все три вида блинов я заворачиваю разными способами, чтобы потом не перепутать, так как я их не подписываю. Ну и теперь блинчики с творогом. Разумеется, количество начинки в каждый блинчик кладите на свое усмотрение. Блины готовы. Это с курицей, это с ветчиной и сыром, а это с творогом. Далее разложу заготовки в контейнеры с крышками. Можно положить в какие-нибудь плотные пакеты для заморозки, а также завернуть в пищевую пленку или в фольгу. Замороженные блины по мере необходимости перекладываю из морозилки в холодильник на ночь, а с утра уже обжариваю. Конечно, можно и обжаривать прямо в замороженном виде на медленном огне, а можно просто разогреть в микроволновке. Если вам понравился такой вариант, не забудьте поставить лайк и напишите в комментариях, а вы делаете подобные заготовки. Смотрите на моем канале также заготовку впрок полуфабрикатов из курицы, а также много других не менее интересных и вкусных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!